Привет, друзья! Это финальная пятая серия озвучки битвы Сайтамы против Гару из оригинальной манги Ван Панчмана. На этом озвучки манги завершаются, потому что смысла выкладывать их на этом канале я не вижу, ибо они набирают лишь пару тысяч просмотров, а для канала с аудиторией более 98 тысяч человек это очень мало. Для тех, кто хочет смотреть мои озвучки, я буду их выкладывать на своем бусте, куда вы сможете перейти по ссылке в описании. Я, в свою очередь, буду радовать вас новым контентом. Обзоры никуда не делятся. С выходом новой главы Ван Панчман видео выйдет на следующий день, и больше пропадать месяцами я не стану. Очень надеюсь, что просмотры в скором времени возрастут. А для этого мне нужна ваша помощь, друзья. Поставьте лайк этому видео, это реально поможет его продвижению. Что ж, ну а прежде чем начать видео, хочу выразить отдельную благодарность донатерам. Большое вам спасибо, друзья. Именно благодаря вам я начал выкладывать видео каждый день. Я не намерен останавливаться на этом. Буду стараться еще сильнее. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем. Летс гоу! Ну так что ты дальше собираешься делать? У меня к тебе одна просьба. Ты меня понял? Подожди. Ты хочешь, чтобы я скопировал твое боевое искусство копирования? Слушай внимательно. Ты наверняка можешь скопировать мою технику и даже превзойти ее. Я передам тебе технику запредельной мощи моего кулака, которую я не успел раскрыть полностью, даже украв силу бога. Ты должен быть благодарен. И это ты называешь просьбой? Если честно, мне как-то пофиг. Но в любом случае, что это нам принесет? Попробуем и узнаем. Ну ладно, хорошо. Наверное, это будет что-то интересное. Можешь считать, что прошел все курсы по боевому искусству? Следи за моими руками. Если кто и может овладеть силой бога, не касаясь его, так это ты. Молчать. Я забираю свои силы обратно. Ага. Соль? Эй! Сосредоточься! Они оба представили себе свои внутренние вселенные. Частицы и античастицы, сгенерированные космическим излучением Гарроу, двигаясь в обратном направлении, субатомные частицы начинали имитировать движения друг друга. Так же произошло и в теле Сайтамы. Давай, Сайтама! Иди и уничтожь его! Ты единственный, кто может это сделать. Ты должен уничтожить! Это ужасное будущее! Сайтама начал перемещаться назад во времени. Вау! Не могу в это поверить. Твое боевое искусство и правда нечто, Гарроу. Я, ваше ужасное будущее, угроза божественного урода. Ага. Я могу просто сделать так? Я, наконец-то, стал им символом ужаса, который вернет героев в отчаянии абсолютным злом. Ага. Ага. Спасибо. Гарроу, это ты? Старик, так ты жив? Эта форма Что с тобой случилось? Настоящее время Я наконец достал им Символом ужаса Который вернет героев в отчаянии Абсолютным злом Спасибо Удар аномальной силы со спутника Юпитера Вернулся в прошлое И обрушился до того Как был совершен Изменение причин Следственных связей Абсолютно неминуемо Один удар Обращается в ноль Совершая Эту битву Это же Учитель Карл Охотник на героев Что произошло Моя сила Она Куда она уходит Эх Эй, чё за дела? Куда это меня занесло? Последнее, что я помню, это как взрывная волна от атаки Гару откинула меня. Учитель! Простите, не рассчитал. Геннесс, ты напугал меня до чёртиков. Так ты на самом деле живой? Что случилось? Он пришёл из ниоткуда. Его сила превысходит даже этого лысика. Эй, ты же охотник на героев Гару, да? Он определённо выглядит как моё ядро. Да, когда я очнулся, оно было в моей руке, а промежность моих штанов была разорвана. Какое необычное явление. Давайте я попробую подключиться и активировать его. Ага, включилось! Ага, что за чёрт? Похоже, оно настоящее. Ага. В этот самый миг память ядра, которая пересекла время и пространство вместе с Айтамой, перетекла в Геннесса. Лису! Ага. 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 Девушки отдыхают 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 Терео? Подъем, Терео! Дядя? Подождите! Дядя! Мне это приснилось? Там чьи-то голоса. Все сейчас там? Ура! Умри, охотник на героев! Неплохо ты нас отделал, да? Теперь наша очередь охотиться! Это конец. Все кончено. Таинственный удар развеял божественные силы. Гару никак не мог понять, как это произошло. И все же, как ни странно, он принял это без сопротивления. Возможно, это произошло, потому что все было устроено им же только из будущего. Хотя Гару никак не мог этого знать. Что случилось, неудачники? Эти ваши жалкие удары все, на что вы способны? Эй! А ну, остановились! Все, что вы делаете, так это бьете избитого парня. А? Ты на чьей-то стороне? По вине этого тейпа мы были ранены. Ты же видел, как он буйствовал, верно? Если мы будем просто сидеть и мило болтать об этом, то он испепелит нас всех. Этот человек-монстр уже превратился в полноценного монстра. Его казнь — это единогласное и неизменное решение. Ха! Не помню, чтобы я давал согласие. И я! И я! Ага, ты еще кто? Ага, кто победил Гару? Дядька Бласт? А то у меня голова закружилась, и я толком ничего не увидел. Внезапно появился совершенно голый мужчина, который с одного удара победил Гару и потом улетел. Безусловно, это выглядело как один из тех приемов Бласта. Ага, чего? Бласт? Хочешь сказать, что он нам помог? Но почему голый? Хм-хм... Учитель. Ага? Я считаю, что только вы имеете право решать, как поступить с Гару. Ага, с чего бы? Знаешь, и не такой я уж и спец в подобных родах дел. Но похоже, он просто позволяет им бить себя. Почему бы не позволить каждому заниматься своим делом? Не то, чтобы это действительно имело большой эффект. Ага, Гару. Хватит. Я хочу кое-что спросить у этого парня. Ага, зомби-мэн-сан. Гару, я не думаю, что человек сможет получить силу такого масштаба, став монстром. Источники этой силы иной. А ты просто выступил аватаром. Верно? Допустим, божественной. Или что-то в этом роде. С одним из наших врагов было что-то подобное. Божественной? Блатс тоже говорил что-то похожее. Разве? Что ты там сказал, божественная? Ты совсем башкой тронулся? Все, что здесь произошло, было только из-за меня. Давай же, немедли, убей меня. Прикончи меня. Этот парень больше не хочет жить? Ты сам этого хочешь. Так и быть, исполню твою казнь. Остановитесь. Торео. Торео-кун. Вы все безжалостны. Разве вы не герой? Почему вы все это делаете? Этот дядя настоящий герой, который много раз спасал меня. Дядя, быстрее убегайте. Пожалуйста, не обижайте дядю. Так это и есть тот дядя, о котором говорил Торео-кун. О, понятно. Этот монстр обманул тебя и переманил на свою сторону. Бедное дитя. Это не так. Теперь нам нужно выполнить наши обязанности как героев. Мы не навредим ему. Поэтому, пожалуйста, веди себя тихо. Ты врешь. Ты только что говорил о его казни. Блин, что же делать? Тут не о чем спорить. Мы же не можем просто отпустить его. Верно? Конечно. Вы хоть представляете, сколько еще урона могут нанести монстры благодаря этому парню, охотящемуся на героев. Да, и в конце концов, он же монстр. Так что у нас нету другого выбора. О, Кинг-сан! А ну быстро прекратили это все. Перед вами стоит ребенок. Мотор Кинга на максимальной мощности. Кинг! Да он в ярости. Вы сделали что-то не так? Эй, Кинг! Кинг-сан! Гарроу! Я не позволю тебе так легко расстаться со своей жизнью. Если ты причинил вред людям, то должен компенсировать ее в десятки раз больше. Нет, сотни, спасая других. В этом абсолютное зло лучше всего. Да? Так держать. Тебе стоит понять, кто ты на самом деле. Позволишь мне жить? Ты пожалеешь об этом. Я ни о чем не пожалею. Чуть не забыл тебя поблагодарить. Это ведь ты помог Геннессу и Кингу. Спасибо тебе. Эй, Сайтама, что будем делать? Хорошо. Давай просто скажем, что ты остановил его и сдержал свое обещание. Я все равно собираюсь остановить его сам. Знаешь, я почти уверен, что именно он спас тебя и Геннесса, когда вас загнали в угол. О-о-о-о! Он сбежал! Вот дерьмо! Куда он делся, черт! Он ведь снова повторит эти зверства. Неа, все будет в порядке. Остальное мы должны оставить на старика. Металлический рыцарь? Похоже, что угроза уже миновала. Корабль, который я спроектировал, засек ядерный взрыв. Теперь я начну устранение радиоактивных осадков и аналитическое расследование атаки. Вы все больны острой лучевой болезнью. В лаборатории вы все пройдете обязательные тесты и процедуру обеззараживания. Ага, хорошо. Учитель. Первым делом нужно попросить доктора Кусена починить твои руки и ноги. Тогда мы сможем начать поиски того, чего осталось от нашей квартиры. Здесь, в этом проливном бассейне. Так точно! И в тот момент я осознал, то, что нужно миру, это непредвзятое правосудие, а абсолютное непредвзятое зло. Настоящий мир через непредвзятый страх, которого герои просто не могут достичь. Недоделанный мир, созданный героями, просто делает людей самодовольными в их сердцах. И это самодовольство приводит к злодеяниям. Кроме того, люди не всегда несут наказание за свои поступки. В этом принципиальное различие между ними и монстрами. Незовершенный, фальшивый образ мира, который превращает людей во зло. Мир, где вы не можете сделать все правильно даже для одного маленького уродливого сопляка, которого дразнят в углу парка. В глубине души я знал, что должен был это сделать. Я бы отказался от такого мира. Я бы стал сильнее всех остальных. Я бы стал абсолютным монстром, с которым никакая справедливость никогда бы не смогла покончить. Хм, вы понимаете, что это расследование о неуплате? Вы сожалеете о том, что сделали? А? Отвечай на вопрос, который тебе задали! Прошу, простите нас. А, ну и денек. Допрос об ушейбе, который ты причинил, закончился на прошлой неделе. Теперь мы можем, наконец, сосредоточиться на том, чтобы сделать обход и извиниться перед жертвами твоей охоты на героев. Хм, не указывай мне, что делать. Ты мне не отец. Родители Гару никогда не появлялись во время его арестов. Хм, возможно, эта старая голова ни на что не годится. Но то, что я могу склонить ее перед тобой, радует меня. Это значит, что она еще на месте. Все, что нужно, чтобы стать родителем, это ребенок. Но ты не можешь стать учителем, не проложив путь для него. Ага. Хм. Ха, ну и бредятина. Ты, конечно, доставил мне немало хлопот. Но помогло то, что ты оказался в месте, которое было легко найти. Гару! И что теперь? Все-таки нашел меня, старый болтун? Хе-хе, это не заняло много времени. Ведь я тот, кто показал тебе эти секретные тренировочные полигоны. Возможно, он хотел, чтобы я его нашел. Просто, чтобы ты знал, старик, тебе лучше не заблуждаться. Единственная причина, по которой я вернулся к тебе, заключается в том, чтобы я мог вспомнить свой кулак. Охотясь на героев, я понял, что не могу найти никого другого, кроме тебя, кто был бы достаточно хорош, чтобы продолжать спарринговать со мной на ежедневной основе. Хм. Рад, что соответствую твоим стандартам. Тогда мне врезали так, что я даже не понял, что произошло. И в тот момент я полностью забыл все секреты, которые пробудились во мне с тех пор, как я превратился в монстра. А-а-а. О, точно. Ты знаешь, как он поживает? А-а-а. Он? Терео. Кто же еще? А-а, ребенок-заложник, который был найден во время операции? Я слышал, что он в полном порядке. Камень, ножницы, бумага. Хе-хе-хе-хе. Похоже, ты монстр, Терео. Сговорились друг с другом. Хе-хе. Ладно. Понял. Получай! Удар Рейнджера Справедливости! Хе-хе-хе. Монстр уничтожен! Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Вы думали, что я какой-то монстр? Я герой Гарру-мен. Независимо от того, как сильно меня бьют, я всегда стану на ноги. Идите на меня все сразу, вы фальшивые герои. А-а, это еще что за предыстория? Не выдумывай на ходу. Правильно. Взорвись или развейся уже. Э-э-эй, Терео! А-а-а? Ваган Макон! О-о-о-о! Это сынок того богатенького мужика на римке? Хочешь поиграть у меня дома? Я только что скачал Кинга Мусоу. О-о-о! Звучит круто! Т-т-Терео, ты дружишь с Ваган Маконом? А-а-а, а друзей можно позвать? А-а-а, конечно. Он сказал, что можно. Давайте играть вместе. О-о-о! Ага! Смотрите, это рюкзак ребенка императора. Клево, да? О-о-о! Ваган Макон, после того случая ты стал таким взрослым, что я едва могу тебя узнать. Они быстро взрослеют, не так ли? Ха, да, сэр. Говорят, каков отец, таков и сын. Давай же, отец, подвинься. Извините, пожалуйста. Сделай все возможное, Терео. Я собираюсь сделать то же самое. Старик, как думаешь, ты мог бы устроить для меня что-то вроде боевого состязания с героями? Но те, с кем я дрался после превращения в монстра, был ты, Бомб, Флэш, Бласт и тот странный лысый парень, Сайтама, или как его там. Если я буду разбираться с ними по порядку, я почти уверен, что на этот раз смогу достичь пробуждения и без превращения в монстра. Ха-ха! Значит, ты уже думаешь, что можешь победить меня? Не забегай так далеко вперед, юноша. Ха-ха! В конце концов, моя спина чувствует себя довольно хорошо с тех пор, как металлический рыцарь провел полное лечение тела. Тебе лучше подготовиться к настоящей тренировке. Ха! Валяй! Приемник Серебряного Клыка? Да, Серебряный Клык станет его опекуном и в конце концов предстоит его ассоциации. Он сказал это, подавая заявление об отставке. Оу! Дыра, которую он оставляет, довольно большая. Ее нужно заполнить. Если он достаточно хорош, чтобы заручиться поддержкой такого человека, я бы хотел видеть его в списке как можно скорее. Так каков же этот новичок? Хм... Ну, ты же знаешь. Нужно просто подождать и посмотреть. Ой, не надо так. Гарроу, да? Все, что мы можем сейчас делать, это довериться Серебряному Клыку. Точнее, на способность Бэнгасана по реабилитации этого парня. Если мы задействуем его, я уверен, что это вызовет огромную негативную реакцию со стороны других героев. Но другого выбора нет. Мы укрепляем наши силы в подготовке к Великому Пророчеству. Это важнее всего остального. Что ж, мы точно не можем пойти куда-нибудь выпить вместе, так как ты несовершеннолетний. Я думаю, что нет лучшего способа узнать друг друга получше, чем просто приятно поболтать. Есть ли какие-нибудь девушки, которые тебе нравятся? А? Какого черта? Ты меня пугаешь! Это может быть Идол или какая-то другая. Ну, если ты так настаиваешь. Девушка, которая играет желтую Гау в Гау Рейнджерах. Ее зовут Киира, вроде как. О, актриса из Синтай Шоу! Это застало меня врасплох! Синтай Шоу – это линейка сериалов про отважную команду героев, проще говоря, рейнджеров. Но разве желтые и Синтай Шоу обычно небольшие, сильные, любящие кары? А? Ха-ха! Твоя информация устарела, старик. Давай я расскажу о Синтай Шоу в наши дни. Ха-ха! Ха! И вот, короче, вот так. Ха-ха-ха! Вот так. Ха-ха-ха! 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 Субтитры создавал DimaTorzok